доброго всем времени суток сегодня у нас в гостях посудомоечная машина candy модель что-то я под запамятовал кто-то может быть узнает хотя снизу это очень неузнаваемая ситуация такая машинка пытается стартануть но ничего не получается то есть мы включаем и загружаем как положено включаем его как положено вот вода подается точнее шланг подается машинка пытается воду и стоит ее сливает и сливает и сливает и сливает значит ну в первую очередь что мы делаем почему уж она не не может слить воду шланг может быть он был передавлен может быть еще что-то видно что он как-то очень хитро вставлялся наверное друг друга все это на качественной синей изоленте но не суть столь она же работала пытаемся в него подуть не получается так шланг у нас значит эта машина системой хвосток это конечно понятно здесь поплавочек то есть чуть вода попала в этот поддон сюда она когда-то попадала видно вот в общем вода попадает в поддон соответственно здесь пенопластовый такой шарик шарик поднимается и об концевик урубает всю эту систему на хрен насколько это эффективно бог его знает видимо так должно быть хотя также в bosch и также в электролюксе да и практически во всех машинках только единственное что заливной шланг у них там очень хитрый он встроен внутрь и на самом шланге стоит клапан то есть это неотъемлемая часть системы аква стоп то есть все перекрывается там на крайне на вводе господина месте запитки прибора а тут как бы врубается это все то есть если порвали шланг то лейся хоть залезь так ну и что шо и сделал 4 винтика по нижнюю панель но всем будет понятно вот этот передние ножки вот здесь у нас декоративная панель я еще с положил на лицевую тут у нас механизм открывания так передние ножки сказал здесь были вкручены задние ножки чтобы снять вот эту панель у нас здесь предусмотрен 1 2 3 4 винтика но после того как я их открутил надо еще открутить эти задние ножки крышка тогда остается у вас руках ну и решил и естественно снять сливной насос сливной насос значит отличие машина candy ну к примеру от bosch в bosch и все это стоит отдельно значит кратко о это у нас диспенсер соли вот это у нас циркуляционный насос он выполнен как бы не в едином корпусе как у bosch с нагревательным элементом такая тип улитки должна стоять это отдельный циркуляционный насос похож на инвизит некоторые модели старые арестонов и к там их чертова тьма конфигурации вот здесь в глуби вас стоит нагревательный элемент то есть отдельно вот от этой хлопоты сама улитка циркуляционного насоса подключена магистраль отстойника сливного фильтра и помпа так вот не мять одно дело насос у нас снимается такие два винтика не фактически напротив друг другу то есть один вот он выкрутил второй за самим корпусом вот этой катушкой и потом от себя очень аккуратно потому что он на ушках на лапках на таких поворачиваем вот у меня в принципе это все одной рукой не надо тут рвать одно место и смотрим сюда сейчас не будем вдаваться в подробности что там протер здесь протер это уже должны сами знать если вы пользуетесь этими вещами и вот что у нас тут вот она корпус улитка сливного насоса дуем слюной шланг пузыриться должна кока-кола нифига видно что там даже вода стоит тут вот она как-то сделано ядрозатвор сначала вниз потом вверх через пердыть в принципе у всех машинок единственное что вот это вот сливное отверстие если вам видно но очень маленькая то есть сюда вход большой циркуляционный большой значительно больше чем слюна и слюна и вообще а забиться может быть опять же вот это было передавлен хотя тут отверстие и там отверстие видимо суждено так задуманно производить отверткой смысла нет да и очень это опасно что-то придумать надо по идее вот это вот все снять по самодеятельности расковырять посмотреть что же там в общем предполагаю что это может быть какой-то водный камень налет вообще головая вот эта резинка здесь и и продавливают тут я предполагаю вот здесь заканчивается то место на что надевается это вообще продавить нельзя вообще сейчас техника как она делается непонятно очень все хлебенькая сладенькая если раньше я работал свое время продавцом этой техники машинки попадаются 15 лет она уже сгонила вся корпус имеется в виду начинка живая вот видите не продувается что же это может быть клапану уже здесь предусмотрено как же это так кстати я уже нашел и вы не поверите далеко ходить надо сейчас посреди в этот шланг тут по ходу дела кошку полоскали текст ветер или она уже туда упала ладно сейчас покажу паузу покажу что достал в общем дорогие друзья товарищи скажут тут посмотрят это первую часть видео скажут эти херни какую-то несет а я действительно нес какую-то херню в общем почему не продувался шланг шланг не продувается ввиду того что там стоит так называемая запорная запорный клапан для чего он там нужен для того что уровень судомоечной машины всегда ниже скажем так уровня будем так говорить подключение канализации но так задумано производитель может быть я как-то ошибаюсь может меня поправить в любом случае может быть до этого мне просто попадались машинки с пробитым этим клапаном и не рабочим этим клапаном а проблема вся очень просто оказалось почему не работает машина этот насос циркуляционно он заклинивший так попытаюсь объяснить как сидел собрать разобрать точнее но держится он там в корпусе на таком кронштейне здесь стоит резиновая буферная пока вот прокладка которую его удерживает вот за это хрестовичок 3 так называемых хмута 1 на слив 2 на циркуляцию отсоединяются там внутри это кстати сам насос корпус насоса с крыльчаткой внутри если вы видите подголовку лобка на 10 откручивается против часовой стрелки открутить у меня получилось очень легко потому что ротор насоса заклинивший а так если нужно будет открутить здесь под шлиц так что вот и вся проблема посудомоечной машины камни все хорошо но движок заклинивший все тут звонится все тут замечательно в общем сейчас я этот агрегат буду разбирать что мне из этого получится я не знаю хотя он разборный отличие от некоторых предыдущих моих испытуемых которых надо было пилить долбить лупать чуть ли мозги не выскакивали простое всегда как раз таки удается сделать будем пробовать покажем паузу ну вот друзья при помощи нехитрого монтажно-демонтажного инструмента получилось разобрать сей мотор синхронного типа наверное видно где она закоксовалась и почему она кто хоть а что ж такое то хоть так вот сейчас упал потом продолжим в общем продолжаем окислилась у нас вот тут все подшипники живые я уже посмотрел сейчас всю эту грязь вычищаем чертовой матери ставим обратно пытаемся запустить машинку что хотелось сказать по ремонту или горе ремонту данного решат все очень близко все очень открыто конечно при наличии инструментов при его отсутствии можно очень легко повредить катушки они видите прям в зоне болтиков шурупчиков ваечек будьте очень аккуратны не пытаетесь провернуть отверткой запившись так как-то за эти от ребра потому что отвертка нелегко слетает проволочка у нас здесь тонкая в общем так что будьте аккуратно зачистим даже как-нибудь молочком подкрашу видимо машинка либо стояла где-то в таком месте либо действительно там лилась вода ну вот локальных таких вот прям протеков я не увидим странно почему так очень странно ладно следующий раз включу когда уже наверное подключу машинку не прощаемся один в общем дорогие друзья с винт ушами удался мотор запущен работает дополнительно я еще посмотрел прибором на мегаомах чтобы каждая из обмоток будем проще каждый провод который выходит отсюда не звонился на корпус работает уже где-то наверно полчаса пока даже вот не на не на чуть-чуть не нагрелся дай бог пусть работает тут сколько всякой трухи и шелухи я снял но это еще мало бывает еще и хуже так что так можно малой кровью обойтись установить вашу посудомоечную машину candy всем кто на канале спасибо и пока пока удачных вам ремонтов как говорится добра и бабла до свидания bomber чё и и и